МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотрудники прокуратуры ежедневно сталкиваются с нарушениями прав человека. Поле их деятельности бесконечно. Сегодня в программе «Правовое поле» самые актуальные вопросы, с которыми сталкивались жители Чувашии и их правовая оценка от ведущих специалистов прокуратуры республики. Обеспечение жильем детей-сирот, модернизация системы водоснабжения населенных пунктов республики. В каких моментах потребовалось вмешательство прокуратуры? Об этом поподробнее. Дети-сироты, у которых нет собственной жилплощади, после 18-летия имеют право получить квартиру от государства. Но на деле не всегда получается сделать это сразу. Иногда дети-сироты по нескольку лет ждут своей очереди для получения своего собственного жилья. И здесь приходится вмешиваться с сотрудником прокуратуры. Только за последние два года по требованию прокуратуры органы власти республики более чем на 400 миллионов рублей увеличили финансирование на приобретение и строительство жилья для детей-сирот. И эти деньги уже находятся в работе. У меня все мечты исполнились, да. У меня есть крыша над головой теперь, есть здесь жить. Слезы, радости. Счастлива была очень. Вам понравилось? Очень, очень понравилось. Ну я вообще увидела ремонт там очень хороший, прям светлая, красивая квартира, новая. Вот такие эмоции переполняют Анастасию после долгожданного новоселья. Она получила квартиру как сирота. Переехала девушка не одна. Как и положено, первыми в квартиру вошли коты, персик и кокос. И им тоже, похоже, здесь очень нравится. В 2014 году я встала в очередь. В 2018 году мне позвонила прокуратура. Позвали меня и вышли со мной в суд. Они мне очень помогли. Спустя 4 года, вот 7 февраля этого года, мне дали долгожданную квартиру. За все время, то что я стояла в очереди, мне прокуратура помогла выйти в суд, получить компенсацию за все то время, то что мне не предоставляли жилья. А вот у Владислава из Красночитайского муниципального округа справить новоселье не получилось. Он тоже рос без родителей. Со стеной пошел плесень, это грибок. Это из-за того, что прорвало. Дом замерз, и вся сырость поднялась. Вот этот дом получил Владислав в 2017 году в Красных Читаях. По словам молодого человека, жить там было невозможно. Да и документы на дом были не готовы. Первое ощущение, сразу парадная дверь. Внутри снегом все было завалено, что продувает дверь. В доме было холодно постоянно. Включал, не раз включал, приезжал. Это дом, ну невозможно было жить. Дом не до конца отапливался. Периодически свет был, не было. В 21 году он обратился в прокуратуру. Я собирался здесь жить после этого. Привозил всю мебель, диван, шкафы, столы привозил. Собирался жить, но как бы электричества не было, и я здесь не жил в основном. Вопросы обеспечения детей-сирот квартирами на постоянном контроле у надзорного ведомства. В ходе проверки было выяснено, что действительно указанный дом, который мы предоставили, включили и вручили ему ключи на этот дом, не был оформлен в муниципальной собственности, не был поставлен на кадастровый учет. Ну и соответственно данное помещение не было включено в состав специализированного жилищного фонда, который должен предоставляться вот именно для указанной категории лейс. После этого документа на дом привели в порядок, но это никак не улучшило состояние жилья Владислава. В суде мы отставим позицию, чтобы мы ему предоставили уже помещение, которое пригодно для проживания. А этот договор мы требуем расторгнуть. Это единственный случай за несколько лет, поскольку таких обращений не поступало. Как правило, жилье предоставляется надлежащего качества. Законодательством предусмотрено есть соответствующий механизм получения компенсации за несвоевременное получение релья. Сам сирота может обратиться в суд с иском о взыскании соответствующей компенсации. Со стороны администрации были допущены некоторые нарушения, но они связаны с документацией, с оформлением документов, что никак не могло повлечь такое разрушение дома, которое сейчас указано в экспертизе. Мы полагаем, что в такое состояние дом пришел просто потому, что сирота не смотрел за своим домом. Считаем, что необходимо восстановить этот дом. Суд все же обязал администрацию Красночитайского муниципального округа предоставить Владиславу новое благоустроенное жилье. Решение суда пока не вступило в законную силу. Это часть той водонапорной башни, которая упала в ночь с 13 на 14 апреля в деревне Шоли Красночитайского муниципального округа, потому что не была как следует закреплена. После произошедшего прокуратура района вместе с местными органами власти организовала проверку всех водонапорных башен. В первую очередь, например, таких, как эту, которые были отремонтированы или построены в последние годы. Вместе с документами будет реально проверено, все ли необходимые работы, в том числе по укреплению башни, были проведены. В деревне Шоли Красночитайского муниципального округа более 170 домов, в которых живут люди. В прошлом году они дружно собрались и решили провести воду в свои хозяйства по программе инициативного бюджетирования. В среднем собирали по 35 тысяч с каждого дома. Мы-то собирали все деревни, чтобы у всех вода была. У нас почти у всех скотина. Сейчас уже некоторые устанавливают душевые кабинки, как бы ванны. И очень нужна вода побольше, как бы. Тем более колодцы высыхают. И пить, и для стиральных машин. Так как обычная вода из колодц, она пожестче. Чем мы этот, башня, башняная вода. И мы поэтому собрались и хотим, чтобы у всех была вода побольше. В СМИТе была заложена водонапорная башня и водопровод протяженностью 6 километров. Сама башня и ее установка обошлись в 1 миллион 200 тысяч рублей. Объект в целом на 5 миллионов. Чуть меньше миллиона собрали местные жители. Основную часть, 80%, выделил республиканский бюджет. 10% – сельское поселение. Строительство этого объекта связано именно с инициативой жителей этой деревни. А инициатива связана с тем, что в последние 3 года мы в части 5 деревнях по программе инициативной бюджетной деревни положили водопровод протяженностью более 80 километров. На основании торгов 4 октября был подписан контракт с индивидуальным предприятием Медушкиным. И 5-го эту работу мы начали. Заказчиком выступала администрация Актикосинского сельского поселения. Тогда все главы поселения работы должны были приниматься с заказчиком, заказчик администрации сельского поселения. К зиме водопровод до домов проложили, башню поставили. Не сделал подрядчик только обвалку, укрепление земли вокруг основания башни. Это его и подвело. Этой весной башня рухнула на землю. Земля промерзла так глубоко, что мы уже даже немного брали эскаватор. И мы отстали на следующий год. 13-14 апреля сильный болт здесь прошла, видимо, эпицентр пока уже. И вот это как ураганный ветер, он его расшатал, и башня свалилась. Сейчас решили сами восстановить. Сейчас мы отправили, в данное время это на заводе находится, и будем сейчас все оцениваться, и все, и сами это будем восстанавливать сами. Если он не пригонный будет, придется его заменить по новой. Если там трещина-то, все допустимо, значит, это все, это упрямляет, переваривается и приводится обратно. Работу приняли с условием гарантии. Гарантия заключается в том, что подрядчик обещал, в следующем году, то есть в мае месяце, обваловку, ну, чтобы была работа завершена качественно, эта работа он завершит, и после этого фактически объект должен будет пустить с эксплуатации. Поэтому я повторяю, это объект на самом деле было принято, но связи знали население причины, она эксплуатации пока не видена. Наша задача сегодня, чтобы такие случаи не повторялись, поэтому совместно с прокуратурой муниципального округа мы сегодня проводим проверки в части того, чтобы исключить такие случаи, а это может быть только при соблюдении всех требований. Сейчас глава Акчекасинского сельского поселения освобожден от должности, а восстановлением упавшей башни подрядчик занимается за свой счет. В мае к людям должна прийти водопроводная вода. Все водонапорные башни в муниципальном округе сейчас под пристальным контролем главы администрации и прокуратуры. По факту падения водонапорной башни в деревне Шоля Красночитайского муниципального округа осуществляется проверка. Установлено, что падение водонапорной башни произошло в результате ненадлежащего исполнения подрядчикам работ, предусмотренных контрактом. В частности, подрядчикам не были исполнены работы по обваловке вокруг водонапорной башни, а также не были исполнены сварочные работы. Это все повлияло на устойчивость конструкции, в связи с этим произошло падение водонапорной башни. В настоящий момент прокуратурой района по данному факту в адрес администрации Красночитайского муниципального округа внесено представление. Администрация Красночитайского муниципального округа является правоприемником администрации Акчекасинского сельского поселения. Также в отношении подрядчика решается вопрос о применении меропрокурорского реагирования. На данный момент прокурорская проверка не завершена. Если будут выявлены нарушения, наказание понесет подрядчик и бывший глава Акчекасинского сельского поселения. По содержанию других водонапорных башен нарушений в муниципальном округе не выявлено. Мобильные операторы должны заботиться о своих абонентах. И это не просто по желанию, их к этому обязывает закон. С середины прошлого года на всех мобильных операторов возложена обязанность по блокировке поступающих из-за рубежа телефонных звонков, в которых подменяется реальный телефонный номер. Поскольку в большинстве случаев этот способ используется мошенниками. Прокуратура города Чебоксары в ходе проверки и исполнения законодательства о связи установила, что один из крупных мобильных операторов допустил пропуск в свою телефонную сеть несколько соединений из иностранного государства с подменой реального телефонного номера. С помощью данных телефонных звонков злоумышленники пытались похитить денежные средства потерпевшего в размере более 1 миллиона рублей. При этом данные телефонные звонки в нарушении требований закона не блокировались. Прокуратура города возбудила в отношении данного оператора связи дело об административном правонарушении по части 2 статьи 13.2.1 КОАП России. По результатам рассмотрения которого организация была оштрафована на 600 тысяч рублей. Кроме того, в производстве правоохранительных органов в настоящее время находятся уголовные дела о покушении на мошенничество. Отмечаем, что это уже четвертый подобный случай в нашей республике, подобный из которых уже принято решение о назначении крупных штрафов мобильным операторам. Другие два дела находятся на стадии судебного рассмотрения. Несмотря на то, что кто-то может думать иначе, мы в прокуратуре твердо знаем, что перед законом все равны. И делаем все, чтобы так и было и в реальной жизни. Мы, ведущие программы «Правовое поле» Алексей Якушевич и Татьяна Трофимова, говорим вам до свидания. Увидимся в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова